Летом многие любят понырять, но забывают обозначить место своего погружения. Это может привести к неприятностям как для ныряльщика, так и для участника движения на воде. Потратив небольшую сумму на вот такой вот буй, вы обозначите себя на акватории и сообщите участникам движения, что под водой работает человек. Давайте я более подробно расскажу вам о этом буй. Он выполнен из двух частей. Это основная, которая надувается с помощью вот такого вот клапана. Он используется на большинстве водных аттракционов, игрушек. Она единая целая с вот таким вот флажком. Этот флажок обозначает, имеет международное обозначение, что под водой работает человек. Сверху нейлоновый чехол. Он необходим для защиты основного буля. Есть вот такой вот, похоже, что это кармашек. Это прорезь для надувания. Имеются три ремешка. На них с каждой стороны проушины, за которые можно зацепить рыбу пойманную, прикрепить воду или какие-то другие необходимые вам вещи. В комплекте вы обнаружите шнур длиной 15 метров. С одной стороны есть пластиковая проушина и карабин. Одним концом шнур вы цепляете к бую, второй конец цепляется к одежде подолаза. Лямки пришиты таким образом, что между ними и внешним чехлом есть пространство. И если вы любитель подводной охоты, то вы можете здесь разместить запасное ружье. Но, к сожалению, у меня нет ружья. Зато у меня есть шило. Оно будет надежно держаться и не потеряется. Если вы владелец катера, идете по морю и видите вот такой вот буй, не думайте, что это ребенок потерял игрушку. Это буй, который обозначает, что под водой работает водолаз.